Я прошу прощения, можно я буквально вас расскажу, потому что я вижу у нас среди собравшихся людей очень много молодых, которые только, может быть, еще родились в это время. Хочу сказать, что здесь, уже в 91-м году мы стали Екатеринбургом, будем говорить о Екатеринбурге, все по-другому немножко ощущалось. Вот эти все события, 91-го года, фотографии, которые вы показали, я просто буквально два слова скажу для молодых людей, что 19-го был путь, в нашем городе никто ничего не знал. Вот в Москве можно было прибежать к Белому дому и все это увидеть. В нашем городе этого ничего не было. То есть по радио, по телевизору шло Лебединое озеро, все думали, все не знали, на что подумать, или кто-то снова очередной, значит, генсек умер, или что-то случилось. В конце дня, 19-го августа, какую-то часть творческой интеллигенции, я случайно туда попала, позвали в администрацию города тогда, да, и показали хронику, как, видимо, утреннюю, да, как в Москве идут по улицам танки. И после вот этого, когда я, да, и что, понимаете, в чем дело, Горбачев же это, как мы сказали, это перестройка с 85-го года, в нашей стране стало, ну, как бы легче, пошли кооперативы, да, по телевизору и радио какая-то пошла движуха, там, программа «Взгляд», можно было о чем-то говорить, что-то обсуждать, чего нельзя было до того вообще, немыслимо это было. И вдруг вот какая-то катавасия, и вот я помню, я шла вечером 19-го августа по городу, после вот этих документальных съемок, и в городе была тишина, в городе, вот как во время карантина, никого не было, я ехала в пустом троллейбусе. Не было никаких митингов здесь? Нет, митинг был 21-го августа. А, уже когда победили, считай. Да, да, вот тогда здесь у нас, поэтому просто про то, что вы сейчас, я просто про то, про значимость того, что вы сейчас видите. Я поэтому встала и хотела сказать, что тогда вот эти кадры, вот эти вот несколько дней, да, то есть действительно непонятно было вообще. Как повернется, да? Да, во что это все выльется, да, на чью сторону весы лягут. Поэтому это очень, правда, и опасно, и для истории это здорово. Ну да, я тогда вообще, как бы, ну, делал просто свою работу, все говорят, там, вот, там, исторически, а, как бы, ну, снимаешь и снимаешь то, что видишь, да, вот, и как бы не ощущал, что какие-то вот сейчас они по-другому смотрятся, как документы истории, это уже не будет. Единственное, когда вот я почувствовал, что мы что-то такое совершили историческое, когда уже сидел на кухне, и, хотя я там был на самих похоронах, когда на Вагальковском этих ребят троих хранили комары, как там, Усков, да, Кричевский, ну, вот эти трое ребят, которых задавило там в туннеле. И я был на кладбище, вот, потом на митинге у Белого дома, а потом вечер в программе «Время», когда смотрел этот репортаж, и там музыка такая траурная, и все вот их хоронят, и что-то как-то так накатило, прям слезы пылились, что вот это вот, как бы, что вот, прежде мне не будет, что мы вот в каком-то историческом событии участвовали, прям вот, ощущение полное, что мы, мы сделали историю, но не я там, да, вот все люди, которые пришли, что что-то вот такое произошло, исторические сломы, то есть вот полное ощущение, что вот мы стали участниками исторического события, я не знаю, как там люди там в семнадцатом году были, а вот у меня вот от тех, вот именно в тот момент, когда ребят вот хоронили, я это все четко прям помню. Вот, ну давайте сейчас вот, раз мы находимся в Екатеринбурге, я хотел сказать еще вот про Бориса Николаевича Ельцина, да, ваш земляк, я его снимал, первый раз, когда мы с ним познакомились, это был 1989 год. Борис Николаевич Михаил Сергеевич Горбачев пригласил в Москву, был такой у нас Гришин Виктор Васильевич, первый секретарь Московского горкома партии, вот, ну, его отправил на пенсию и, наверное, в 87-м году, да, он от вас взял Бориса Николаевича Свердловского, он же был первым секретарем Свердловского горкома партии, если молодежь не знает. Вот, и стал, как называется-то, секретарем, да, первый секретарем Московского горкома партии, вот, и там начал там какие-то ярмарки выходного дня проводить, там какие-то субботники выходил, там совершенно такой, совершенно другой стиль, я не знаю, сколько ему там было в 87-м году, он где-то с 2-го, наверное, вот, даже с 3-4-го, точно. Ну, 50-м, с чем-то именно был, да, такой, прям новый какой-то, вот, и в 89-м году проходили выборы, народные депутаты, а, ну, там, вы знаете, эту историю, когда он там написал письмо на пленум, там, ТРПР, и его, значит, Горбачев убрал и назначил первым, первым заместителем председателя гостроя СССР, тогда еще СССР был, вот, вот, и Борис Николаевич там спокойно занимал эту должность, то есть в рамке министра, но Горбачев сказал, что в политику тебя не пущу. И в 89-м году, вот эти, концессы перестройка, гласность, да, вот, мы уже слышали. И в 89-м году проходили выборы в народные депутаты СССР, и Борис Николаевич решил баллотироваться по первому округу избирательному, который находился в Москве. Слетал тайно в Березняки, там зарегистрировался и прилетел в Москву, то есть он, как бы, обманул Горбачева, там зарегистрировался и стал баллотироваться, ему надо было, чтобы в Москве он выиграл. Вот, и мы, значит, в 89-м году с ним познакомились, как раз с Валентином Юмашевым, он работал в Огоньке, редактором отдела писем. Он говорит, поехали навстречу Ельцину в Курчатовском институте. И мы туда поехали, вот, я там первый раз увидел Ельцина живого. Вот, и Валентин к нему тоже подошел, говорит, вот, я со студии документальных фильмов, будем о вас фильм снимать. А накануне там с Огоньком произошел у него конфликт, у Ельцина с Курчатовичем, там наш, кратко расскажу, корреспондент Саша Радов взял у него интервью, у Ельцина часа три с ним беседовал. А, короче, повез это в ЦК КПСС на утверждение, сказали, что сейчас не надо это интервью печатать, и Ельцин обиделся очень на Огонек. Вот, и когда Валентин подошел, Юмашев к Ельцину, он поэтому не говорил, что он из Огонька, а сказал, что мы будем снимать фильм про ваши вот эти выборы. Вот, и мы снимали, то есть, я как фотограф, была съемочная группа, и мы снимали, вот, Борис Николаевич там, то он в теннис сыграл, то там в поликлинику, ну, что-то вставал. Это как раз вводит параллель в 90-м году председателю микронного совета РСФСР, это он первый раз заходит в Криму. Это вот как раз Валентин Юмашев, в 94-м году приезжала Елизавета II с официальным визитом. Ну, здесь они в перемешку, это вот на даче у Бориса Николаевича, он ждет Путина. Это вот работа Иоаннста Неизвестного, он там подарил ему. Это уже он на пенсии, это вот Путин приехал в днем рождения поздравлять уже, когда Борис Николаевича был в отставке. Где-то в Кисловодске, ну, вы знаете, он учился в Уральском политехническом ВУПИ, да, институте. Вот, и он раз в пять лет собирал своих однокурсников, вот они встречаются, это у него на даче. Но это уже Борис Николаевич на пенсии. Это вот он прилетел сюда, в Екатеринбург. Это тоже со своими однокурсниками, то есть он, вот, 50 лет выпуска. Они, каждые пять лет, то он их собирал, то они в Болгарии, то где-то в каком-то доме отдыха подмосковном. Вот, это все его однокурсники, то есть такие очень хорошие люди. Я с ними ездил, вот это, наверное, какой-то 2003, может быть, уже Борис Николаевич был на пенсии. Можно еще фотку супе отвернуть назад, вот, перед этим вот, вон, 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 вон. Вот этот вот известный человек, я не знаю, он забыл, как его зовут. Спасибо, спасибо. Как раз. Потому что у нас упи гордиться, в общем-то. А это золотая свадьба, золотая свадьба Ростроповича и Галина Павловна Вишневской. Борис Николаевич там был, и вот это сидит мадам Ширак. И, короче говоря, там, ну, это он то, что там говорит, или это золотая свадьба их, а нет, наверное, скорее всего, этих Вишневской распроходовщик. Короче говоря, потом мне Ростропович рассказывал, как эта фотография была. А к нему приехала на эту свадьбу, это в гостинице Метрополии они отмечали, приехала королева Нидерландов, его подружка, и королева Испании Софи. Вот, и он, значит, а Софи, он, она его такая, он с этим Хуаном Карлосом Вторым был в друзьях, и Софи на все концерты ходила в Ростропович, они такие друзья прям были. Вот, и он Софи говорит, садись, садись здесь, рядом, Беатрис, ты здесь садись. Вот, потом подходит шеф Притакова, говорит, Борис Николаевич, надо тетенек поменять местами. Он говорит, а в чем дело? Ну, говорит, вы понимаете, Беатриса, она правящая королева, она королева Нидерландов. А Софи, она жена короля, поэтому она королева. И по статусу главнее должна с правой стороны сидеть, по правой. А я-то как-то не знал. Я говорю, девочки, давайте поменять местами. Он такой, поменял местами. Говорит, я же не знаю этот протокол. Это, то есть у нас с ним такие доверительные отношения, то есть они меня звали уже на какие-то такие семейные, это 1 февраля, какого-то там года, сейчас не помню, но где-то записано. Отмечается свой день рождения, задувает тоже. То есть там фотографов кроме меня там не было, но я такую семейную хронику снимал. Это они вот в Кисловодск ездили как раз со своими друзьями, там завели брус. Это вот Маша маленькая, это дочка Валентина Юмашева и Татьяны. Она теперь, вот у нее роман с футболистом, заблокую фамилию какую-то, ну известная какую-то. Маша уже 18 лет, красотка. А это Бондар там, видите, стоит еще. Я на Беоргию звонил, какой-то митинг. А это, когда его сбрали, вот там был кадр, когда он в Кремль входит, Борис Николаевич. А это кадр был сделан в первый день в кабинете, уже в Белом доме, когда его избрали, представитель Микронного совета, это кабинет Воротникова, там он сидел. И я договорился с Коржаковым, что я хотел кадр сделать первый день, как бы он на работе. Вот, и я ждал там около подъезда, куда он должен был подъехать, и перед ним зашел. Коржаков сказал, быстрее давай, раз, перед нами. И я как раз зашел в кабинет, а Борис Николаевич даже не заметил. А потом, когда увидел, что я фотографирую, так строго посмотрел, еще портрет Ленинса. А это Лев Суханов, тоже ваш местный, он уже умер. Это его помощник, такой известный. Это вот 89-й год, это у него дома, там, где он жил, тут Белорусского вокзала. Это вот Валентин, вместе с ним в машине советы дает ему, добрые. А это выход из партии, Борис Николаевич, тоже вот. Я там был на этом, это, наверное, съезд какой-то, последний уже съезд КПСС, 26-й, по-моему. И Коржаков так мне шепнул, говорит, следи за Борисом Николаевичем. А я не понял, что следить, ну, думаю, надо, раз Коржаков шепнул, надо это. Он меня знал, потому что я... Вот, и, значит, Горбачев говорит, у кого еще какие предложения там есть? И тут Борису Николаевичу руку тянет, типа, слово раз. Ну, Горбачев говорит, давайте. И он через зал идет, идет, на трибуну он вот заходит и говорит, я принял решение выйти из партии, там, Тарапыра, ну, все это видели. Вот, и тихо уходит. Из зала вышел, и все такие, так, в тишине, то есть, это вот его выход из зала, через весь Кремлевский дворец съездов пройти, там, метров сто, наверное, да, вот, портер, потом это амфитеатр, и выходит, дверь закрепит. Все, а партбилет-то он не сдал, типа, он уже ушел. Ну, это из разного времени. А это, вот, кстати, тоже интересная фотография. Это в 96-м году он приехал в Свердловск к Борису Николаевичу, с предвыборной, он когда на второй срок. Он же в 92-м году его выбрали президентом, и срок был тогда 4 года. Это потом Владимир Владимирович под себя сделал уже 6 лет, теперь, президентский срок. А тогда было 4 года. И в 96-м году все гадали, ну, пойдет он на второй срок, не пойдет Ельцин на второй срок. И у него вот поездка была в Свердловск. И, а журнал «Огонек» же, он выходит раз в неделю, и номер подписывался, там, типа, в среду, а в субботу появлялся в пиоске. И мы не успевали, как бы, ну, а газеты, они же быстрее выходят, газеты, там, информационное агентство. И нам было какой-то кадр сделать, чтобы, ну, эксклюзивный, так скажем. Вот, и я, опять же, к Александру Васильевичу подошел, говорю, Александру Васильевич, можно, Коржакова? Говорю, можно такой кадр сделаем, чтобы, ну, типа, за 5 минут до выхода на сцену, Борис Николаевич там решение принимает. Вот, и сижу в предбаннике, там, за кулисами, и смотрю уже, вот, ему надо выходить, а Коржакова нет. Потом раз появляется, о, говорит, я про тебя забыл, говорит, да, быстрее заходи в комнату отдыха. Я, значит, зашел, и говорю, Борис Николаевич, вот бумажку достанете, ну, которую вот он должен зачитать текст, я еще не знаю, чего там, выдвинется на сроке на втором, не выдвинется. Я говорю, вы сделаете вид, что вы читаете. И он, значит, достал бумажку, там, буквально 30 секунд вот так, просто попозировал. Вот, вот, этот кадр потом в «Вагоньке», это вот в комнате отдыха, там, другой кадр еще. И, как будто, вот, за 5 минут до выхода на сцену, на сцену принимает решение такое кадр был у меня в «Вагоньке». Ну, такой Борис Николаевич был живым человеком, не боялся с людьми общаться. Это на Старой площади, в общем, митинги какие-то постоянные, вот, дома, опять же. Здесь немножко все в перемешку. Это вот маленький Борис, внуковый, вот, Танин старше сына, ему сейчас, наверное, где-то 40 уже. Это вот Найносип, молодая, там, на Белорусской квартире. А это, сейчас, чтобы не долго, вот, как раз, опять же, покажу съемка такая. Это уже 26 марта 2000 года. Мы были утром с Виталием Мацким на участке, где они голосовали за Путина, да, вот, выбора 26 марта 2000 года. И я к Татьяне подошел, говорю, Татьяна, а можно, ну, приехать там днем или вечером, или же к вечеру, как Борис Николаевич за приемника переживает. Вот, и Виталий говорит, да я тоже хочу. И она говорит, ну, приезжайте. И мы приехали двою с Виталием на дачу к ним, и два часа там провели, снимали, Виталий снимал на видео, а я снимал на фото, вот, для Огонька, о том, как они смотрят за выборами приемника. Какое фото красивое. Это вот Лессин, которого в Америке то ли погиб, то ли умер, там, темная история. Министр печати тоже прискакал, он слышал, что будет в Мансике, вы снимаете, тоже как-то подсветился. И какие-то сфотки, там постоянно, как шли выборы, вот, вся семья собралась, Лена, Таня. Это вот уже сказали, что Путин побеждает, Борис Николаевич радостный. Если видели фильм «Свидетели Путина», нет, не видели, кто-нибудь не видел. Смотрите, где-то может найдете, Виталий сделал фильм на основе этих вот съемок. А это по телевизору там что-то Горбачев комментировал, Борис Николаевич сидел, 3 секунды посмотрел. Переключите, переключите. Сказал, он струн, не любили друг друга. Это тоже отмечают. То есть это такая тоже эксклюзивная съемка. Мы в «Огоньке» дали такой репортаж. Ваня сейчас уже упал на ютубе. 27 или 28 лет. Это сын Лена. А этот телефон, он без циферблата. То есть, если кто помнит, там были дырочки, надо было пальцем вот этот крутить диск. А этот телефон, там не был дырочек. Там посередине был герб Советского Союза. Или, наверное, уже Россия. Это уже, наверное, «Орел» был. Да, 2000 год. Уже апреля, наверное, не был. Да, Ельцин, а это 26 марта. И он, значит, нам говорит. А это как раз он Путину хотел поздравить Путина, а Путин так и не ответил, ему не перезвонили. Он немножко так расстроился, Борис Николаевич. Он говорит, это, говорит, не простой телефон. Это волшебный телефон. Вот завтра, говорит Борис Николаевич, будет 27 марта, день рождения Ростроповича. Я подниму трубку и скажу, соедините меня с Ростроповичем. И положу. И где бы Ростропович ни находился, его найдут, и мне перезвонят, и я его поздравлю с днем рождения. А потом Ростропович рассказывал, что он где-то сидит в Лондоне, в каком-то отеле, с Галиной Павловной едят. И вдруг прибегает к партии, говорит, вас к телефону. Мобильников же не было. И его как раз Ельцин поздравил. То есть нашли где-то в Лондоне, как они там искали. В общем, нашли, и он действительно его поздравил. То есть такой волшебный телефон. Волшебный. Да, вот видите, нет этого циферблата. Циферблата, просто вот герба все. Там это АТС-1 или 15 аппаратов таких. Так, ну хватит, наверное, с Борисом Николаевичем, да? Сейчас, ну давайте.